В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 100 оттенков лучевой диагностики. 8 ноября – Международный день врача-рентгенолога. Молодость Сарова. Горожан приглашают принять участие в конкурсе. 90% работы и 10% таланта. Секреты успешной спортивной карьеры воспитанникам ИКАРа раскрыла призер Олимпийских игр Татьяна Фирова. Далее расскажем обо всем подробно. 8 ноября рентгенологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1895 году, немецкий физик Вильгельм Конрад Ренген открыл рентгеновское излучение. Эта находка совершила переворот в области науки и стала мощным толчком для развития медицины. Подробнее об этой непростой профессии расскажем далее. Дмитрий Меньшиков – потомственный медик. Его бабушка работала в рентгеновском отделении нашей больницы. И он с детства был вовлечен в эту сферу. После окончания Нижегородской медицинской академии Дмитрий вернулся в наш город работать врачом-рентгенологом. И уже шестой год занимается непростой работой. Расшифровывает результаты скрининга обследований. В мои обязанности входит диагностика патологических состояний, заболеваний, оценка их динамики, распространенности, локализация. Также в это входят опухолевые процессы, травматические изменения и так далее. Чаще всего Дмитрия можно застать в кабинете КТ или МРТ, хотя описанием рентгеновских снимков он тоже занимается. Исследования КТ и рентгена по механизму одни и те же, но компьютерная томография позволяет получить материал более высокого разрешения. С возможностью пословенной съемки, 3D-реконструкции, введения контраста. МРТ совершенно другой принцип исследования, то есть магнитный резонанс. На основании, скажем так, ответа ядер водорода на магнитное излучение строится изображение. Скажем так, методы кардинально разные и принцип подхода к описанию тоже кардинально разный. Бывают пациенты и здесь тяжелые, скажем так, сложные диагностические случаи и в кабинете МРТ тоже бывают нередко. Специальность рентгенолога обязывает своего обладателя постоянно держать руку на пульсе и быть в курсе последних изменений в этой сфере. Благо, сейчас недостатка в источниках информации и курсах для медиков нет. Работает Дмитрий на современном оборудовании. Благодаря поддержке РФИАЦ в НЕФ в 2020 году в КБ номер 50 появился второй томограф. Он позволяет выполнять спектр всех необходимых исследований многопрофильной клиники. Во времена ковида помощь нового аппарата была неоценима. Аппаратура показала себя достойно. По поводу выявления пневмонии, единственным методом выявления ковидной пневмонии, тростициальной, является компьютерная томография. Поэтому пользу компьютерной томографии, я думаю, понятно здесь без объяснений. Потому что на рентгеновском снимке не всегда эти изменения видно. Что касается МРТ-томографа, у нас стоит тоже Сименс, магнетом Эссенза, мощностью полтора Тесла, что помогает, скажем так, тоже выполнять весь спектр необходимых исследований. 8 ноября рентгенологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1895 году, немецкий физик Вильгельм Коннорд Рентген открыл рентгеновское излучение. Эта находка совершила переворот в области науки, стала мощным толчком для развития медицины. С 11 по 27 ноября на портале экодиктант.рус в четвертый раз проведут Всероссийский экологический диктант. Он пройдет онлайн и принять в нем участие смогут все желающие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Начальную военную подготовку планируют ввести в школах и профтехучилищах. Новый предмет будут преподавать в течение последних двух лет обучения и выделят на него не менее 140 часов в учебный год. Минобороны также рекомендуют предусмотреть профессиональную переподготовку педагогов в целях успешного обучения. В случае нехватки кадров предлагают набирать преподавателей с граждан, которые ранее проходили военную службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритет военнослужащим, участникам боевых действий. Швейная мастерская при волонтерском центре «Радость моя» отправила первую партию медицинского белья в госпиталь имени Бурденко, куда доставляют тяжелораненых бойцов. Работа мастерской продолжается. Сейчас сорокские мастерицы приступили к крою пятиточечников – сидушек для бойцов. Материалы для изготовления передали из Девеева. Также волонтеры вяжут носки и теплые пояса, собирая теплые вещи для мобилизованных добровольцев. Городской конкурс «Молодость Сарова» объявил Департамент по делам о молодежи и спорта. В конкурсе могут принять участие активные молодые люди от 14 до 35 лет в пяти номинациях. Подробнее об условиях участия расскажем далее. Анастасия Андросова – волонтер и активист клуба здоровья «Центр внешкольной работы». Девушка активно участвует в творческих и социальных проектах города и региона, в мероприятиях и фестивалях различного уровня. Сама создает проекты и продвигает их. Анастасия – неоднократный участник таких молодежных форумов, как «Иволга» и «Время выбрало нас». В том году я делала проект «Доброкурс». Там мы делали проект о том, что онлайн-конкурс был. И сделается такая платформа, благодаря которой ребята будут обучаться каким-то скиллам, если можно так сказать, какие-то навыки приобретать для себя. У девушки есть опыт работы аниматором. На площадках проекта «Центр внешкольной работы» – «Дворовая практика». На конкурс «Молодость Сарова» Анастасия Андросова подавала заявку несколько раз, но пройти отбор ей не удавалось на протяжении нескольких лет. В том году усилия Анастасии все-таки принесли свои плоды. Она стала одной из победительниц «Молодости Сарова». Это было очень осознанное решение, чтобы подавать заявку на этот конкурс, потому что я хотела этого уже не один год. И мы с моим педагогом к этому очень стремились. И у нас получилось. И все-таки, когда ты чего-то очень долго добиваешься, ты очень радуешься своему результату. И в этом году, я бы тоже, думаю, с удовольствием попробовала свои силы. На городском конкурсе «Молодость Сарова» отбирают самых активных и инициативных представителей молодежи – лидеров общественных объединений, представителей организаций, школ, вузов и СУЗов. В отборе участвуют те кандидаты, которые добились больших успехов в своем направлении деятельности и которым есть, что о себе рассказать. В этом году конкурс «Молодость Сарова» проходит по пяти номинациям. Очень важен в этой ситуации опыт участия в профильных сменах лидерского направления по линии молодежной политики, то есть это муниципальные городские профильные смены, которые проходят каждый год летом на базе лагеря «Березка». Также областные, всероссийские смены тематические по роду деятельности тоже это максимально приветствуется. Мы все это анализируем, смотрим. Отбор лучших из лучших специалисты проведут по пяти номинациям. Молодой специалист – для молодых сотрудников организаций и предприятий. Время молодых – для лидеров молодежных сообществ. События для молодых – для организаторов мероприятий для молодежи. Время возможностей – для авторов социально значимых проектов. И наставник молодых – номинация для специалистов учреждений сферы молодежной политики. Подать заявку могут молодые люди от 14 до 35 лет. По результатам конкурса отберут пять победителей. Заявка анкета и условия участия размещены на сайте Департамента по делам молодежи и спорта. В детской библиотеке имени Пушкина юные читатели прошли квест-игру «Мы героями гордимся» в День народного единства. На увлекательных станциях ребята узнали об истории смутного времени и празднике Дня народного единства. Изучить историю своей страны, узнать о ее героях и подвигах в нескучном и интересном формате можно в детской библиотеке имени Пушкина. Что такое смутное время? Кто такие Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский? Что отмечают в День народного единства? Об этом и многом другом посетители Пушкинки узнали на станциях квеста игры под названием «Мы героями гордимся в День народного единства». На каждой площадке ребята узнавали определенного героя того времени, смутного времени, который был на Руси в начале 17 века. Познакомились с биографией Минина и Пожарского. Познакомились с памятными местами, которые у нас есть и в Нижегородской области, и в России, конечно. Очень близко познакомились с памятником Минину и Пожарскому. По маршрутному листу ребята проходили четыре станции – народная, историческая, художественная и праздничная. Юные читатели Пушкинки отгадывали зашифрованные пословицы, собирали пазлы с архитектурными памятниками, узнавали о фактах смутного времени и Дня народного единства, а еще раскрашивали свои дома яркими цветами, по-праздничному. На каждое задание командам давалось по 10 минут. Мне понравилось узнавать новые, раскрашивать и отгадывать слова. Мне очень понравилось собирать пазлы и тоже раскрашивать и отвечать на вопросы. На каждой станции после выполнения задания ребята получали листочек с определенным словом. В конце мероприятия дети вместе с библиотекарями собрали речевку-лозунг на тему народного единства. Как мы шли в разные комнаты и проходили квесты. Как мы отвечали на вопросы, рисовали и узнавали, собирали пазлы и узнавали что-то новое. А в отделе краеведения сотрудники библиотеки подготовили книжно-иллюстративную выставку ко Дню народного единства. Пушкинка регулярно проводит для своих читателей познавательно-развлекательные программы. Узнать о них более подробную информацию можно по телефону 9 17 40 или на сайте пушкинкодефисоров.рф Взглянуть на привычные упражнения под другим углом, проверить свои навыки и посмотреть на тренировку опытного спортсмена смогли юные воспитанники отделения легкой атлетики и кара. В юниоре для них провела мастер-класс трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Татьяна Фирова. Королевой спорта легкой атлетикой Татьяна Фирова занималась с детства. В 2001 году она стала чемпионкой Европы среди юниоров. В 2003 году – чемпионкой Европы среди молодежи и двукратной победительницей универсиады 2003. В 2004 году в Афинах выпускница и кара впервые приняла участие в Олимпийских играх и завоевала серебряную медаль в эстафете 400 метров. Я могу сказать, что, конечно, самые чистые и светлые эмоции – это перед попаданием на первую Олимпиаду. А уже последующая Олимпиада – это как залог был успеха в работе тренерского состава и соперничества завоеванного места, такого уже достойного и законного, можно сказать, сборной. Формула успеха для Татьяны универсальна и применима не только к спорту, но и к жизни. 90% работы и 10% таланта. Трудолюбие – неотъемлемая часть побед любого чемпиона, считает спортсменка. Эту черту в девушке отмечает и ее первый тренер Марина Мачкаева. Самая ее главная черта и отличие от всех остальных – это ее трудолюбие. Вот она шла мелкими шажочками с 10-го места на 5-е место, с 5-го потом на 3-е место. Уже в старших классах она уже как-то стала себя проявлять, и то никогда она не была чемпионкой области. И вот уже потом какой-то у нее, видно, произошел прорыв, скачок, как она сразу выполнила норматив к кандидату в мастера спорта. Сейчас Татьяна закончила спортивную карьеру. Начнет ли реализовывать себя на тренерском поприще – девушка пока не решила. Но поделиться опытом с подрастающим поколением родного города была не против. Мастер-класс начали с беседы. Юные легкоатлеты задавали чемпионке самые разные вопросы. Почему она выбрала именно эту дисциплину, легко ли попасть на Олимпийские игры, и сколько на это может уйти времени. Встреча со звездами такого уровня всегда полезна. Может быть, нынешняя молодежь, ребята посмотрят на нее, что это живой пример. Наша сарусская девочка, вот она приехала к нам, здесь жила, здесь по этому манежу тренировалась. Не вот где-то, откуда-то, где-то там далеко, а вот она здесь. После небольшой тренировки юные спортсмены смогли взять автограф у Татьяны Фировой на память о встрече. Традиционные семейные старты прошли в спортивном комплексе «Рфят в НИЭФ». Взрослые дети с энтузиазмом сражались за звание лучших, соревнуясь скорости, меткости и ловкости. Семья Буряковых в этом году участвует в семейных стартах впервые. Для родителей это хорошая возможность провести время с детьми весело и активно, пообщаться с единомышленниками, еще больше сплотиться и сдружиться. Участники отметили, что на соревнованиях царил вовсе не сопернический дух, а теплая дружеская атмосфера. Мы знаем, что здесь весело, здорово провести время с детьми, не просто дома где-то сидя, а в таких соревнованиях интересных, повидаться с друзьями. Поучаствовать в соревнованиях можно даже выиграть, почему бы и нет. Опять же для детей покатать, как можно интересно проводить время, не просто сидя дома перед телеком, а что-то новое, клевое. А семья Куликовых с удовольствием приходит на соревнования каждый год, и для них это стало доброй традицией. Главное для Куликовых – вместе провести время и от души повеселиться. Хотя на стартах и бывает волнительно. Жена, говорит, нервничает, а ребенок на самом деле вову спокоен. Какой-то мандраж маленький такой имеется, а так, в принципе, как всегда. Конечно, самое главное – это участие, но хотелось бы, конечно, и победить. Семейные старты среди сотрудников «Рафиатсмнеев» – один из любимых традиционных праздников предприятия. В этом году количество участников выросло. Соревновались 32 семейных команды. Мамы, папа и их ребятишки разделились на две возрастные группы и пробежали несколько веселых эстафет с препятствиями. Побеждала та команда, которая приходила к финишу первой. Спорт в нашем городе пользуется популярностью, и на самом деле в последнее время все больше спортивных семей появляется. Именно те, которые вместе занимаются спортом. Это прекрасно, потому что это хорошая возможность объединения, это хорошая возможность совместного времяпрепровождения. И, конечно же, не только спортивные мероприятия проводятся в профсоюзной организации, но и на них также мы уделяем большое внимание. Именно потому, что спорт – это жизнь, спорт – это здоровье. По итогу веселых эстафет жюри посчитали очки и наградили призеров. Остальные участники тоже не ушли с пустыми руками. Каждый получил памятный подарок. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА